Всем привет! Это новости на АСДТВ. Памирского бойца Чоршанбе отправили в ШИЗО. Уроженец городом Бадашанской автономной области, известный боец смешанных единоборств Чоршанбе-Чоршанбиев, отправлен в штрафной изолятор колонии в Душанбе, где отбывает наказание. Эту информацию изданию «Памир Инсайт» подтвердили несколько источников близких к спортсмену. По их словам, в тюрьме бойца часто провоцируют на драки, после которых ему ужесточают условия содержания. Точно по такой же причине его наказали в Худжанской колонии, где он якобы подрался с сотрудниками учреждения, затем провели суд за закрытыми дверьми и перевели его на крытый режим в Душанбе, сообщил источник. За два года в колонии отец Чоршанбиева смог увидеть его лишь два раза. В обоих случаях они общались через стекло и на таджикском языке. На памирских языках им говорить запретили. Чоршанбиев известен как блогер и боец поп-ММА. В декабре 2021 года он был депортирован из России в Таджикистан за нарушение миграционного режима. В Душанбе суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя. Спортмен призывал власти Таджикистана прекратить насилие в отношении жителей горного Бадахшана. Мид Узбекистана вызвал посла России из-за слов Прилепина о гастарбайтерах. Российский посол в Ташкенте Олег Мальгинов вызван в МИД после неосторожных высказываний участника оккупации Украины и одного из лидеров партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина. Последний на публичном мероприятии предложил присоединить к России узбекские территории. Сказал Прилепин. Как заявили в МИД Узбекистана, до российского посла было доведено, что слова Прилепина о присоединении Узбекистана к России были восприняты в республике с чувством глубокой озабоченности. Такого рода необдуманные высказывания не соответствуют духу стратегического партнерства и союзничества, добавили в МИД Узбекистана. Узбекский политик казахского происхождения, советник министра экологии Расул Куршербаев послал Прилепина на три буквы. Господину Прилепину и другим желающим захватить Узбекистан, прежде всего скажу на их родном языке, пошел... В Петербурге силовики устроили рейд против мигрантов, не вставших на воинский учет. Десятки силовиков вечером 21 декабря нагрянули на стройку Лахта-центр в северной столице. Полицейские задержали десятки рабочих и устроили тотальную проверку документов. Они попытались найти нелегалов, а также людей, которые получили российское гражданство и не встали на учет в военкомате. Задержанных на автобусах отправляли в военкомат по месту жительства. Несколько дней назад в Петербурге один из мигрантов получили повестки в военкомат прямо на церемонии вступления в гражданство России. В последние месяцы в России участились рейды против мигрантов. Масштабные проверки проходили в Подмосковье, Калужской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других регионах. Чаще всего после проверок мигрантов силой увозят в военкомат и требуют подписать контракты с Минобороны, рассказывали правозащитники. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагал лишать мигрантов гражданства за отказ воевать в Украине. Генпрокуратура России договорилась с Казахстаном об экстрадиции хакера Кислицына. В надзорном ведомстве похвастались, что Астана дала согласие на депортацию в Москву известного IT-специалиста Никиты Кислицына. В России в отношении известного хакера возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве и неправомерном доступе к охраняемой законам компьютерной информации. Кислицын был руководителем департамента разработки решений по комплексному противодействию кибератакам компании FIA-CCT, которая ранее называлась Group IB. Выдать Кислицына ранее требовали власти США. Они также обвиняют его в незаконном доступе к защищенной информации. Это все новости на сегодня. Увидимся на просторах интернета.